Всем привет! Вы на канале Военный Обзор, и я Иван Саин. В этом видео я расскажу вам о летней форме из комплекта ВКПО. Но прежде чем начинать свой рассказ, проведу небольшой экскурс о том, что есть ВКПО. Первые упоминания о том, что сейчас принято называть ВКПО, появились еще летом 2012 года. Тогда многослойный комплект одежды для российской армии был почти полноценно скопирован из зарубежных аналогов. К примеру, первая версия летнего костюма отличалась от американского ЭСЮ только наличием нагрудного и нарукавного погона, а также отсутствием велкропанелей для шевронов на груди и рукавах. Зимой того же года в сети появились кадры с комплектом полевой формы для сил специального назначения в уже привычной расцветке ЕМР с некоторыми дополнительными элементами одежды. В ходе испытаний от неудачных образцов отказались и оставили лучшее. Попутно решил сделать комплект единым для всех родов войск и подразделений. В итоге, под конец 2013 года, широкой общественности показали всесезонный комплект базового обмундирования, сокращенно ВКПО. Именно этот комплект с некоторыми изменениями сейчас стоит на вооружении России. После чего окончательно стало известно, что в вооруженных силах откажутся от пришивных шевронов, металлических кокард, петлиц и подворотничков. Однако в первое время летняя форма все-таки подшивалась в некоторых частях. Но постепенно такой архаизм в уходе за формой отпадает. Чего не скажешь о военных кафедрах. Там до сих пор такая тенденция, к сожалению, сохраняется. Но повсеместное распространение данного комплекта началось с принятия приказа номер 300 от 22.06.2015 года об утверждении правил ношения военной формы, одежды и знаков различия. В то же время ВКПО был переименован во всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО. Итого, ВКПО представляет из себя набор вещей, предусматривающие разные элементы одежды под конкретные времена года и погодные условия с возможностью комбинировать их для обеспечения комфорта внесения службы. Ссылки на статьи о комплекте я оставлю в описании. В армии же данные комплекты никак иначе, как ВКПО, не называют. В инструкциях, описях и прочей военной документации фигурирует только ВКПО. Лично я впервые одел ВКПО в середине ноября 2015 года и носил элементы этого комплекта почти вплоть до увольнения в запас. Теперь начну рассказывать, как положено сверху вниз. В 2015 году, когда вышел приказ 300, базовой кепкой, идущей в этот комплект, являлась вот такая вот. По сути, это та же самая таблетка с увеличенным козырьком и пришитой кокардой, которая не бликует на солнце. Как, по-моему, переход с обычной кокарды типа орех на вышитую, это позитивное решение и оно дает несколько плюсов. Во-первых, это снижение травматизма среди личного состава, так как по моей срочной службе помнится такая забава, как убей червя. Солдат берет, натягивает вот так вот кепку и бьется ей о какой-нибудь твердый предмет, будь то стол, стена и так далее. В итоге у солдата на лбу оставалась такая отметина. Это раз. Во-вторых, кокарда типа орех, если она серебряного цвета, она могла бликовать на свету. Здесь же такого нету. А по весне 2016 года в качестве основного головного убора к летнему комплекту стала поступать уже так называемая фуражка. Она отличалась от предыдущей кепки тем, что у нее был увеличен козырек, увеличена кокарда и добавлен хлястик. Честно говоря, мне такая шляпа нравится больше, чем прошлый тип. Конкретно в этой я не служил. Я ее просто спер у какого-то чувака из бригады. В ней я ушел и на деньги. Теперь переходим к кителю. Летняя форма из ВКПО, она почти полноценно была скопирована с американского, очень знаменитого кителя типа ACU. Но имеет ряд косметических отличий, я бы так сказал. Буду рассказывать по порядку. Первое. Это воротник-стоечка. В отличие от американского ACU, здесь все то же самое. Но есть две специальные велкор-панели для установки эмблем, ну или же петличных знаков, которые обозначают род войск у конкретного бойца. Носить можно двумя способами. Первый по-летнему, не отглаживая. Второй стоечкой. При ношении воротника стойкой, одна эмблема переезжает, так сказать, на горловину. Вот таким вот образом. На груди располагается два вертикальных кармана, застегивающихся на пуговицу с липучками велкро для установки шеврона Вооруженной силы России и именного шеврона. В некоторых случаях именной шеврон заменяется на шеврон, обозначающий конкретное подразделение. То есть вместо фамилии и инициалов на нем может быть аббревиатура вашего подразделения. Также на левом кармане у последних модификаций ВКПО, точнее у последних серий, нашит дополнительный кусок ткани для ношения специального жетона дежурного по части, дежурного по роте и тому подобных. Над левым карманом дополнительно присутствует еще одна велкро-панель, которая ошибочно принята как для установки группы крови, шеврона с группой крови. Но это ошибочно. Изначально она предназначалась для ношения наград в виде колодок. Поэтому такая же липучка отсутствует и на зимнем комплекте, и на демисезонном комплекте ВКПО. Китель застегивается на одностороннюю молнию довольно-таки неплохого качества. Закрывается специальной защитной планкой, чтобы в нее не попадал всяческий мусор. На плечах у кителя, в отличие опять же от известного всем ССУ, располагаются погоны закрепляющихся на велкро. Ну, объяснять зачем нужны здесь погоны, я думаю, лишние. На рукавах имеются косые карманы для большего удобства применения, на которых нашита большая площадка велкро для шеврона, означающего род войск, принадлежность к конкретному роду войск и шеврон под подразделение. На левом рукаве также на клапане кармана может присутствовать еще одна небольшая квадратненькая площадочка для посадки туда триколора. Однако на ВКП последних модификаций, опять же, вот этой вот липучки нету, она просто убрана. На локтях есть дополнительные слои ткани, ну и, собственно говоря, карман для установки туда всяких усилений, типа там сплавовских вставок в налокотники и в наколенники. Честно говоря, я такую штуку не использую. Рукава аналогичные ССУ закрываются на велкро, то есть очень большой спектр подгонки и, в принципе, очень даже удобно. Брюки здесь довольно-таки обычные по сравнению с пикселькой 2013-2014 года, в которой я начинал служить. Они похуже, но имеют несколько, так сказать, отличий. В отличие от демисезонного комплекта, всякими изысками не обладают, они довольно обычные. Они имеют 7 шлевок под ремень широкий и столько же маленьких шлевок под брючной. Причем в эти шлевки можно протащить только тонкий ремень старого образца, а нового, к сожалению, просунуть невозможно, так как он шире. Имеется два довольно глубоких врезных кармана из не очень прочной и качественной ткани. Два кармана на пятой точке, застегиваемых на пуговицы. Тоже ничего необычного. На боках присутствуют большие объемные карманы почти как у ССУ, за исключением того, что нет специальной регулировки горловины. Застегиваются на две липучки велкро, которые довольно быстро изнашиваются и теряют свою липучесть. Объем кармана довольно-таки большой, и это очень хорошо. На коленях есть дополнительный слой ткани и специальный карман для установки в них усиления. Довольно-таки глубокий на таком вот текстиле. Низ штанины можно носить как заправляя в берце, используя вот эту вот резинку. Также можно носить, грубо говоря, по-американски. Делаю вот такую петлю, завязывая и носить не заправляя, просто поверх берцев. Итак, обзорная часть этого комплекта подошла к концу. Я думаю, следует дать несколько комментариев и оценку касательно этого комплекта. Начнем, пожалуй, с плюсов. Во-первых, в летней ВКПО используется новый рипстоп – елочка, повышенной износостойкости и с улучшенным рисунком EMR, более светлых оттенков, которые меньше сливаются в темную изумрудную массу на расстоянии. Во-вторых, радует отсутствие необходимости пришивать подворотнички и шевроны. Менять повседневные шевроны на полевые можно без применения иголок и ниток, благодаря липучкам велкро. И в-третьих, вне зависимости от телосложения бойца, будь он толстый, худой, низкий или высокий, форма каким-то образом почти всегда придает стройный и молцеватый внешний вид своему носителю. Но и тут не обошлось без минусов. Первый минус – это не самое лучшее качество красителей. В большинстве случаев на второй сезон носки летнего комплекта начинают выцветать некоторые оттенки камуфляжа, из-за чего EMR приобретает бирюзовый оттенок. Второй минус – это приталенность формы. Ношение летнего комплекта с утеплителями типа второго и третьего слоя приносит дискомфорт, так как становится тесновато, а если поддеть под китель флисовую куртку, то можно серьезно сковать свою подвижность. Я это говорю, исходя из своего личного опыта. Третий минус заключается в том, что в погоне за копированием американского ИСУ для русских реалий были похерены многие приятные фишки оригинального кроя АКУ. К примеру, такая мелочь, как скошенные карманы. Они были заменены на малообъемные вертикальные карманы, которые, честно говоря, даже военный билет и удостоверение с трудом умещаются. Надо сказать, что даже на старой пиксельке нагрудные карманы и те были реализованы лучше. И на мой взгляд, надо было просто доработать старую пиксельку платформами Велкра и парой утяжек. В итоге бы мы получили бы форму, соответствующую всем требованиям и обладающую необходимую удобность. Неким таким аналогом английского МТП. Но это мое мнение, и я никому его не навязываю. На этом все. С вами был Военный обзор. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик. Также загляните в описание. Ну а в следующих обзорах ждите непосредственно, как вы, возможно, уже давным-давно догадались и давным-давно просите, обзор на 6Ш122. Ну, в очередной раз на этом все. Всем пока!